А в нашей студии Конгресс ТВ почетные гости, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Светлана, приветствую вас. Здравствуйте. Поделитесь вашими впечатлениями о нашем мероприятии. Ну, вы знаете, очень масштабная, очень яркая, очень интересная, действительно огромное количество спикеров, огромное количество тем, которые обсуждаются, масса мнений, причем от людей, которые работают на рынке, которые вот чувствуют многие темы буквально на кончиках пальцев. Ну и, конечно, просто феерическая программа не деловая, я вот мало где такое видела, поэтому мне кажется просто, вот, и не только мне кажется, я думаю, многим, что вот мероприятие удалось, и не зря столько лет оно как бы только набирает обороты. Спасибо. Сфера жилищно-коммунального хозяйства является, пожалуй, самой социально чувствительной. Каким вот образом вы аккумулируете запросы, поступающие от граждан, и преобразуете их в работающие законопроекты? Ну, действительно, у нас есть несколько источников, конечно, в первую очередь избиратели, потому что я депутат от одномандатного округа, но, правда, мой округ расположен в Москве, и проблемы ЖКХ в Москве очень сильно отличаются от всей страны. Ну, я по-прежнему возглавляю некоммерческую организацию общероссийскую, она называется ЖКХ-контроль, у нас масса активистов в разных регионах, и, конечно, ну, то сказать, вот от этих активистов, тоже приходят предложения. У нас в комитете работает экспертный совет, который аккумулирует, ну, в основном, конечно, представителей рынков. Это еще один источник информации. И, в принципе, предложений о том, что необходимо поменять в законодательстве, приходит достаточно много. Но другое дело, что далеко не все готовы их, скажем так, оформить уже в конкретную законодательную инициативу, а вот у депутатов, и даже, к сожалению, аппарата, комитета, к сожалению, возможности довольно ограниченные. То есть, вот, ну, как бы это принцип хорошего лоббизма, лоббизма в хорошем смысле слова, да, хочешь продвинуть инициативу, напиши полностью, как бы, всю документацию. Когда вот такого рода предложения приходят, ну, их достаточно просто, ну, может быть, не так просто, но проще, скажем так, продвигать дальше. А какие острые проблемы и улучшения какие вы можете отметить в этой сфере? Ну, конечно, безусловно, позитивным фактором последних лет явилось то, что государство, наконец-то, заявило о том, что оно берет на себя ответственность за состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры. Потому что долгие годы у нас, к сожалению, эксплуатировалась, должным образом не ремонтировалась та коммунальная инфраструктура, ну, это котельные, да, там трубы, водоканалы, водоочистные сооружения, которые были еще построены в советские времена, да, ну, как бы не ремонтировались. И при этом нам долгое время представители того же Минстроя говорили, ну, вот придет инвестор, и за счет инвестора все исправится. Но, к сожалению, инвестор приходит только в те сферы, которые способны принести прибыль. Ну, в первую очередь, это теплоснабжение, и то в крупных городах. Вот очистные, например, мы находимся, ну, как бы на границе города Сочи, да, фактически это район Большого Сочи, здесь фактически нет очистных сооружений. И никто их, кроме государства, не будет готов восстановить, не был бы готов восстановить, потому что это чисто расходное обязательство. Вода, да, стоимость воды у нас, кубометр воды у нас меньше, чем стоимость бутылки воды в магазине. Кто вот на таких условиях будет вкладываться в эту отрасль? Как-то Ассоциация водоснабжения посчитала, что для того, чтобы окупить инвестиции в водоканал, там, по-моему, был город Щекино, Тольскую область, эти 100 тысяч жителей, ну, надо 130 лет, чтобы это все окупилось. Вот, и, к сожалению, это не работало. Сейчас, слава богу, уже несколько лет реализуется программа инфраструктурное меню правительства, когда из разных источников, на возвратной основе, на кредитной основе, но на длительный срок и под низкие проценты как раз там регионам даются средства, да, на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Ну, после, пока у нас там по 150 миллиардов в год запланировано на это, ну, после выступления, послания Путина, где он сказал, что, ну, нужно 4,5 триллиона где-то найти, ну, действительно, такие близкие оценки к действительности. Сейчас еще раз, как бы, ну, актуализируются эти деньги. И, конечно, это там очень позитивная тенденция. Ну, если говорить, конечно, про самую сложную сферу, это у нас как раз сфера управления многоквартирными домами, то вот здесь как раз пока у нас каких-то реальных ухудшений не видно, скорее, наоборот, у нас очень изношенный жилищный фонд, день от дня становится хуже, должным образом не обслуживается. К сожалению, вот, ну, на мой взгляд, те нормы жилищного кодекса, которые все это регулируют, значит, практически не работают. Поэтому, конечно, договаривались, в том числе и вице-премьер Куснулин об этом говорил, что вот этот год должен стать для нас годом ЖКХ, и мы должны все-таки как-то, ну, немножко пересмотреть принципы именно в сфере управления многоквартирными домами. А есть сейчас какой-то институт лицензирования управляющих компаний? Да, он есть, он работает с 2014 года. Откровенно говоря, абсолютно у всех к нему есть нарекания. Ну, во-первых, потому что лицензии у нас выдаются, в отличие от прочих других, не на право деятельности, а на право управления многоквартирным домом. То есть, фактически, это подмена волеизъявления собственника. Собственники могут провести собрание, могут выбрать какую-то управляющую компанию, но она не начнет управлять домом, пока не будут внесены записи в реестр лицензий. Здесь очень много откренго-рекоррупционных факторов, очень много скандалов. И при этом, вот если говорить о годзове лицензии, да, ну, там довольно мало случаев, и как бы лицензии не показали себя как эффективный способ борьбы с недобросовестными компаниями. И, к сожалению, не очень регулирует правильно рынок. Поэтому сейчас вот тоже как бы один из моментов, которые надо пересмотреть, это подходы к лицензированию, это деятельность жилищных инспекций, на их базе созданы лицензионные комиссии, и, к сожалению, там, ну, тоже много нареканий. А какие реализованы инновационные решения, в том числе по части цифровизации, в сфере ЖКХ вы можете отметить? Ну, главное инновационное решение в части цифровизации, это, конечно, разработка государственной информационной системы ГИС ЖКХ, которая должна содержаться была по замыслу создателей, и актуальная информация там о текущем состоянии домов, о поставщиках услуг, о начислениях, ну, и так далее. Но вот ГИС ЖКХ, к сожалению, печальная участь, потому что уже два раза она как бы менялась курирующие ведомства, менялись разработчики. К сожалению, до сих пор эта система не действует должным образом, и когда она заработает, совершенно непонятно. Поэтому здесь атака захлебнулась, но она во многом еще захлебнулась просто потому, что у нас отсутствуют, ну, как бы, там какие-то первоначальные сведения, да, там в том числе о состоянии жилых домов и так далее. Ну, конечно, активно обсуждаются там и другие цифровые решения. Вот сейчас на площадке Минцифры работает группа «Умный дом», где как раз пытаются коллеги собрать все умные решения по многоквартирным домам, начиная там от домофонов и камер видеонаблюдения, заканчивая системами, интеллектуальными системами снятия показаний приборов учета. Вот, ну, эта деятельность полезная, если она будет доведена до конца, потому что пока у нас, вот, к сожалению, говорю, все вот эти попытки, они не очень дают результат. Ну, например, вот был прекрасный эксперимент по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии, которые должны были ставить энергосбытовые компании. При этом, значит, сначала, через какое-то время заявили, что они не будут ставить эти общедомовые системы, они будут просто менять отдельные счетчики, причем, ну, даже, может быть, не на умные, а просто на новые. С финансовой точки зрения, эта работа, она была бессмысленна, потому что, ну, если хотя бы устанавливают такую общедомовую систему, они могли бы там сэкономить деньги на проверки счетчиков, да, на выявление каких-то несанкционированных подключений. Поменяя отдельные там приборы учета, они абсолютно ничего не экономят, они накладывают на всякую дополнительные там обязательства, но при этом, как бы, это ничего не дает, в том числе и дому, и гражданам. Ну, вот, к сожалению, даже в сфере электроэнергетики, да, вот этот план провалился. Сейчас мы, конечно, активно обсуждаем, мы даже там какую-то некую дорожную карту делали, Минцифру, все-таки что делать с интеллектуальными системами учета по другим отраслям, ну, там в том числе договорились, да, что к 2024 году все новые дома должны быть оснащены этими системами. Ну, вот все эти инновации у нас упираются, знаете, в очень простые вещи. Вот, например, в Москве сейчас, да, строят дома программ реновации, там действительно умные дома, но некому обслуживать. Вот в плате за содержание не предусмотрена плата на какого-то специалиста, который, ну, с этими приборами учета там будет как-то работать. И в итоге они все очень быстро выходят из строя, просто неквалифицированные кадры. Вот, поэтому пока ЖКХ, конечно, очень слабо цифровизовано. К сожалению, большой клубок проблем, ну, включающий отсутствие средств, да, но, ну, не позволяет этим заняться. Вот, заговорили про умный дом, умный дом рядом идет с энергоэффективностью жилья. Довольно недавно, относительно недавно ввели, что, ввели обязательное правило прохождения сертификации, на основе которой каждой новостройки присваивают класс энергоэффективности. Как вы думаете, для каких это цели сделано, и что в конечном итоге получает конечный потребитель? Ну, вы знаете, конечный потребитель, конечно, получает информацию о том, в каком он доме живет, но, к сожалению, эта система, она никак не стимулирует никого повышать этот класс энергоэффективности. Действительно, вот тему энергоэффективности мы обсуждаем, сколько себя помню. И вот эти стратегии повышения энергоэффективности различных отраслей принимались разными ведомствами. Ну, сейчас они перешли там ведомство, опять же, Министерство экономического развития. Была принята новая стратегия повышения энергоэффективности. Но, как отмечала в своем прошлогоднем исследовании счетная палата, результатов конкретных эти стратегии не дают. Никакого анализа о том, что было достигнуто в предыдущем случае при принятии новой не производится, преемственности нет. Нет стимулов у нас сейчас экономить никаких. Нет стимулов застройщикам строить дома с повышенным классом энергоэффективности. Наоборот, есть другой стимул, потому что чем дешевле себестоимость дома, тем он чаще всего более низкоэнергоэффективный. Вот если бы там, ну, как бы эти все вот темы, они там активно обсуждаются, в том числе на площадке Дом РФ, если бы можно было там, например, как-то снижать налоги для тех, кто там строит энергоэффективные дома, выдавать какие-то субсидии государственные для тех, кто проводит энергоэффективный капитальный ремонт. У нас же был вот такой короткий период, когда еще был фонд содействия реформирования ЖКХ, и он выделял, он осуществлял субсидирование затрат на проведение энергоэффективного капремонта. Потому что обычный капремонт у нас, который за взносы собственников делается, он не направлен на то, чтобы дом стал лучше, стал более экономным. Он просто восстанавливает, ну, как там, хорошо или плохо какие-то элементы, да, износившиеся. Вот, а тут была программа, она была немножко сложно реализуемая, но в итоге люди поверили. Действительно, было очень много заявок, но тут же деньги на эту программу кончились, и, к сожалению, ну, вот сейчас действительно этих стимулов нет. У нас на площадке, у нас в комитете, еще с прошлого созыва, лежит законопроект, который, ну, как бы облегчает условия заключения энергосервисного контракта. Это тоже хорошая такая, ну, как бы тема, когда приходит специализированная организация в дом, она проводит работы, да, там, по повышению энергоэффективности от затраты, потом включает, там, в рассрочку, в платежку. Ну, люди начинают платить меньше, и по совокупности их платеж не увеличивается. Но заключать эти контракты сейчас крайне сложно, потому что это должно быть решение собственников, которым они не принимают. Это, эти дополнительные платежи не учитываются при выплате льгот и субсидий. В общем, масса-масса проблем. Но вот попытки как-то облегчить эту процедуру, в том числе, например, обеспечить, там, гарантии возврата инвестиций для управляющих компаний, да, если она заключила эти. Ну, пока, к сожалению, вот упираются, там, мнение правового управления, там, еще каких-то наших юристов, и пока мы ничего такого принять не можем. Угу. Сегодня заметен тренд повышения качества городской среды. Вот как в этом направлении ведется работа? Ну, конечно, горсреда, это действительно вот наш прорыв в последнее время, потому что буквально в любой город приезжаешь, спрашиваешь, что у вас тут хорошего. И они могут сначала говорить, что ничего хорошего, но потом вспоминают, что все-таки вот сделали какое-то общественное пространство, сделали двор. И, конечно, под влиянием этой программы наши города меняются, ведь это не только там обустройство общественных пространств, это еще и конкурсы, да, для малых городов, исторических городов, где они там сделали, ну, центры восстановили. Вот. И я очень рада, что, несмотря там, ну, может быть, на непростое состояние бюджета, деньги, ну, может, чуть-чуть подсократили, подсократили на вот реализацию этой программы, но в целом они сохранились те же, что и были. То есть мы продолжаем это финансировать. Действительно важная задача горсреды, программы горсреды, это участие граждан, и действительно проходит голосование по выбору. И самое главное, что эти пространства, ну, они становятся такими действительно реальными центрами притяжения. Ну, единственное, как бы, о чем стоит сейчас сожалеть, это о том, что довольно мало денег остается на дворы. То есть дворы – это часть программы, но это неотчетный показатель для регионов. И некоторые регионы просто эти дворы исключают, а в других там выстроилась уже целая очередь из желающих получить эту субсидию. Но денег, конечно, не хватает. Поэтому тут как-то нам надо тоже искать инструменты для того, чтобы, ну, наши дворы приводить в порядок. А еще один тренд – это повышение качества наемного жилья. Вот как власти работают в этом управлении? Ну, вы знаете, у нас, конечно, большая беда нашей страны заключается в том, что у нас практически отсутствует наемное жилье, его меньше 10%. А в то же время, ну, я не знаю, в странах Европы, во всех городах, у него где-то половина. И у нас, к сожалению, сейчас единственный способ улучшить условия жизни – это взять ипотеку и купить квартиру в собственности. И вот поскольку вариантов других нет, происходят очень нехорошие вещи, которые в том числе волнуют Центробанк, когда люди, не имея необходимых доходов, не имея ясного представления о своем будущем, не имея первоначального взноса, вот берут эту ипотеку, да, и, слава богу, если они ее все-таки выплачивают, а то вот часто как бы они ее лишаются, жилье выставляется на аукцион, оно не продается по той цене, по какой покупалось, и люди остаются без жилья и еще с долгами. Это, конечно, ужасно. Конечно, во всем мире для людей с низкими доходами главный способ обеспечения жильем – это наемные дома для молодежи, для пенсионеров и инвалидов. Ведь это невозможно построить вот этот пандус, подъемный механизм в каждом доме, где есть инвалид. Это неправильно. В принципе, инвалиды должны дужить в таких домах, которые приспособлены. Для этого должна быть свобода маневра. Для людей, которые переселяются из аварийного жилья, тоже эта тема достаточно давно обсуждается. Все-таки не задача государства передавать более дорогую собственность людям, а задача государства – обеспечить крышу над головой. Конечно, это должно быть тоже через наемное жилье. Кадровая миграция. Да, как бы у нас отсутствие вот этого свободного жилья, оно мешает привлечению кадров. Люди, которые там оказались в сложной жизненной ситуации, беженцы, да, или какие-то техногенные катастрофы. Вот сейчас затопление, как в Оренбурге. Вот совершенно некуда этих людей девать, потому что нет этого наемного жилья, маневренный фонд практически в муниципалитетах отсутствует. И эту вот проблему нужно решать. И в стратегии развития строительной отрасли до 30-го года у нас есть соответствующие задачи, так же, как они были в предыдущих стратегиях. Но пока, к сожалению, каких-то вот серьезных реальных шагов в этом направлении мы не видим. Да, есть там отдельные эксперименты, как раз с участием Дома РФ, именно в дальневосточном федеральном округе, где для привлечения необходимых кадров должно, ну, строиться, уже начало строиться, собственно говоря, вот это наемное жилье, где стоимость аренды, она отчасти субсидируется регионам. Ну, и делает эту аренду доступной. Но, в принципе, тиражировать мы эту практику, к сожалению, по всей России явно не сможем, пока на федеральном уровне не будут приняты определенные решения, главные из которых – это появление новой формы социальной поддержки, субсидия на найм, да. Вот если это будет субсидия, которая, ну, позволит семье платить там не больше определенного процента от дохода, да, это будет абсолютно точечная поддержка. И она позволит плату за аренду, ну, формировать таким образом, чтобы окупать инвестиции в эту сферу. И тогда туда пойдут инвесторы. Вот я считаю, что у нас это наше будущее, особенно в свете того, что все-таки у нас рынок продажи жилья в новостройках в том числе стагнирует, когда мы, ну, как мне кажется, я надеюсь, достигнем такого уровня, когда там жилье совсем станет плохо продаваться. Я думаю, что те же застройщики придут к представителям исполнительной власти с предложением вот эти системы развивать на, как раз на базе новостроек. И тут самое главное, чтобы это был некий единый там договор по установленным государством, да, и вот эта вот форма поддержки. Но то, что вот мы должны, конечно, развивать такое жилье, и это мировая практика, мы не все сейчас мировые практики приемлем, но это, правда, одна из лучших, и с учетом роста стоимости. И, в общем, конечно, решение разных социальных программ за счет социально-наемного жилья, оно дешевле. Ну, те же дети-сироты, да, взять. Да, мы им там обещаем жилье. При этом огромное количество детей стоит на очереди, да, годами им даже негде зарегистрироваться. Мы их вот приняли в прошлом году закон, что их можно регистрировать по адресу муниципалитета. Вообще, я считаю, что это наш позор. Вот, но пока они ждут свою квартиру, пока они там социализируются, они могли бы жить в наемном жилье, и часть регионов им финансирует этот, ну, эти расходы. Но это должна как бы быть общая практика. И я вообще считаю, что мы, конечно, вот по отдельности, ну, проблемы каждой отдельной категории, да, не решим отдельно. Нам нужен вот этот вот фонд, который бы мы гибко использовали, гибко реагировали, ну, субсидии на размер доходов граждан, и тогда у нас же личные проблемы, ну, будут решаться более эффективно. Да, очень интересно про наемное жилье. Надеюсь, действительно появится фонд наемного жилья, и государство будет не просто выкупать социальные квартиры и передавать в ограниченном количестве, но и предоставлять площади для социальных категорий. Светлана, что вы можете, подытожим, что вы можете пожелать участникам Конгресса и в целом участникам рынка недвижимости? Ну, мы, конечно, все бы хотели, чтобы этот рынок был более прозрачным, да, чтобы здесь не было места, ну, как бы людям, которые работают вне правового поля, не имеют должной квалификации, не платят налоги, не регистрируются там в финмониторинге. Для этого все-таки вот у нас еще сейчас будет круглый стол, посвященный нормативному регулированию отрасли, и я вот чувствую, что вот эта потребность, да, все-таки какой-то вот правовой, более жесткие правовые рамки здесь вести, она идет абсолютно со всех сторон, и это означает, обычно, как, знаете, вот все уже, как бы, понимают, что это надо сделать, обычно это все-таки происходит. Но как это сделать, ну, скажем, безболезненно, не нагружая дополнительно финансовыми, там, особенно, обязательствами ни граждан, ни субъектов рынка, это как раз вопрос о дискуссии. А так я, конечно, желаю, чтобы все, кто соблюдает законы и качественно выполняет свою работу, работали успешно, чтобы у них всегда были клиенты, чтобы клиенты были довольны, ну, и чтобы наш рынок жилой и нежилой недвижимости разбивался и радовал нас какими-то новыми находками, новыми формами, да, взаимодействия и так далее. Как бы вы описали Конгресс одним словом? Энергично. Светлана, спасибо большое за интервью, что уделили нам время. Желаем вам успехов в вашей работе, мы очень ждем. И вам тоже успехов в вашем очень хорошем, мне кажется, и правильном проекте. Спасибо. Угу. Спасибо. 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 Спасибо.